Об идее введения некоторых ограничений для начинающих водителей говорилось уже давно. Они действительно были опасны на дороге. На долю водителей со стажем до двух лет приходилось чуть ли не четверть аварий. Именно по этой причине началось кардинальное реформирование системы подготовки водителей. Примечательно, что процесс перенастройки системы обучения дал свои результаты. Количество аварий с начинающими водителями сократилось на 20%. Однако реформа, как видим, на этом не останавливается. Над новым проектом долго работали, и вот он подошел к завершающей стадии. Один из самых спорных пунктов – это ограничения для начинающих водителей со стажем управления до двух лет. Для них максимальная скорость будет ограничена показанием на спидометре 70 км в час на любых дорогах. Этот пункт вызвал наибольшее количество возражений со стороны общественности. Ведь наиболее безопасным считается движение со скоростью потока. Если в потоке попадается автомобиль, который двигается медленнее остальных, у него велики шансы, что кто-то влетит ему в заднюю часть. В такой рискованной ситуации всегда будут все начинающие водители, если соответствующее ограничение будет принято. Напомним, что именно по этой причине мотоциклисты добивались увеличить им максимальную разрешенную скорость. Сейчас им разрешено передвигаться даже по автомагистралям со скоростью не более 90 км в час. А автомобили могут двигаться 110 км в час. Мотоциклисты справедливо считали, что такие ограничения подвергают их жизнь опасности и добились своего. В этих же поправках, в правило, им разрешается двигаться по автомагистралям со скоростью 110 км в час. То есть, как и автомобилистам. Но у начинающих водителей таких привилегий не будет. Напомним о еще нескольких тонкостях такого решения. Согласно программам подготовки водителей, кандидаты в водители должны уметь двигаться на максимально разрешенной скорости. Но кандидат – это еще не водитель. Он должен обучиться ездить на скорости 90 км в час, а то и 110 км в час. Но как только он получит права, скорость его передвижения будет ограничена 70 км в час. Пониженная скорость – не единственное ограничение для начинающих водителей. Им также будет запрещено осуществлять буксировку. А начинающим водителям мотоциклов и мопедов перевозить пассажиров. Но как отличить на дороге начинающего водителя? Ведь он может ехать на любой машине, не обязательно на той, которая ему принадлежит. Ответ на этот вопрос прост. На машине должен быть знак «Начинающий водитель», восклицательный знак в желтом квадрате. Обязанность его вешать прописана в основных положениях по допуску транспортных средств к эксплуатации. Это приложение к правилам дорожного движения. Однако не все его стремятся повесить на свой автомобиль. В конечном итоге за отсутствие этого знака никакого наказания пока не предусмотрено. Согласно новым поправкам, наказание за это появится. При невыполнении требований, указанных в этом пункте основных положений, будет запрещаться эксплуатация машины. То есть водителя будут штрафовать на 500 рублей по статье 12.5 Кодекса об административных правонарушениях. Надо сказать, что в этом пункте действующих основных положений по допуску в обязательном порядке на машину должны устанавливаться опознавательные знаки «Автопоезд», «Шипы», если автомобиль используется с шипованной резиной, а также перевозка детей. Он касается автобусов. Также обязательно устанавливаются знаки «Глухой водитель», «Учебное транспортное средство», «Ограничение скорости», «Опасный груз», «Крупногабаритный груз», «Длинномерное транспортное средство». Конечно же, обязательно установка знака «Тихоходное транспортное средство», чтобы дать возможность другим водителям обгонять его там, где обгон запрещен. И еще один обязательный знак «Начинающий водитель». Знаки «Инвалид» и «Врач» устанавливаются по желанию водителя.